И снова здравствуйте, мои дорогие зрители! Доброго времени суток! С вами на связи Няш Колдфак, сэпт, и я снова рад вас приветствовать в очередной серии со-прохождение по Мечмаке 10. Сегодня, ребятки, серия нас планируется очень насыщенная, потому что мы сегодня много с кем будем сражаться. Вот хотя бы с этими типами, которых вы уже сразу видите, такие вот интересные белым светятся. Наверное, вы спросите, с чем это может быть связано? Это, ребятки, связано с тем, что у меня на видеокарте стоят слишком много драйвера, и Мечмаке 10 их, видимо, как-то не тянет, эти изменения новые. Вот это вот такие вот ошибки. Ну, по крайней мере, такая тоденция будет наблюдаться далеко не у всех противников, так что, надеюсь, вы к этому еще привыкнете. И то, что это будет далеко не всю игру такое повторяться. Напомню, чем мы занимались в прошлый раз. Мы в прошлый раз сражались только один раз. Да, вот один раз мы сражались только на всю серию. А все оставшееся время мы посвятили путешествию вот в этой башенке, которую вот видите уже на горизонте. Что-то напоминает, на самом деле, башню красных драконов за троих героев, если такие помните. Действительно, чем-то похоже. Ну, и мы там разгадывали головолобки всю серию. И делали мы это не просто так, для того, чтобы мы получили как можно больше полезных предметов. Вот как минимум вот эту реликвию получили, посох лиры, которую уже можем начинать раскачивать. И она в будущем будет давать нам очень хорошие бонусы к усилению магии. Ну, вернее, к усилению магии, естественно. Ну, и на полученные деньги я купил себе, да, таких вот хороших кинжалов. Да, вот один из которых будет превращать урон в жизни, а другой будет наносить урон сразу всем противникам при ударе. А учитывая то, сколько хоть этих кинжалов будет атак, то урон мы при каждой атаке будем выносить нешуточный. Да, в общем и в целом. Да, может быть, это уже сразу проверить силу на этих ребятах. Но я лучше бы это с самого начала делать не стал. Я бы лучше сейчас ходил бы забафался. Пойду, пожалуй, к ним снизу. И, наверное, я с самого начала сражусь даже не с ними, а с каким-то другим противником. Уже хотя бы на нем проверимся. В общем, меня будет поджидать где-то вот здесь. Это будет ядовитый огромный паук. Да, вот, который сторожит от канализации. Вроде прошлой серии вам уже показывал, что он здесь есть. Да, один и единственное хранят вот эту канализацию. И он будет именно сильнее тех, что мы встречали в самом начале, что потом еще увидите. Ребята, давайте для начала сейчас проверим, какие параметры были у обычных пауков. Да, я знаю, что показывают тут параметры далеко не всех противников. Так что мне в будущем надо будет как-то исправляться. Ну, в общем, да. Вот у нашего обычного паука было 166 кп. По идее, я должен вот это убить от одного удара. Ну, если он будет чуть посильнее. А теперь, ребят, давайте проверим на то, проверим то, сколько он будет все-таки терпеть. Так, как видите, я столько по нему урона вынес, и он до сих пор не помер. И я вынес ему только где-то, не знаю, где-то одну пятую здоровье. Или где-то в этом районе. То есть не очень много. Он будет очень жирный, и к тому же он может закидывать нас ядом даже на расстоянии. Обычно пауки это обычно делали только в упор. Ну, и скорее всего... А, нет, я все-таки урон тут получил. Ну, слава богу, то, что он меня не отравил хотя бы. А то они очень любят это делать. Да, таких противников мы больше количества будем встречать именно в канализации, в которой пока что я не пойду. А я лучше... Сражусь вот с этими всеми типами. Да, именно со всеми. Вы не поверите. Именно это я сейчас и собираюсь делать. Или буду как-то поодиночке тут всех разносить, эти отряды. Лучше как-то соединю. И сделаю это, скорее всего, как-то так вот. Вот сейчас мы к этим выйдем, чтобы они меня увидели. Затем мы отойдем обратно. Сделаем это осторожно, чтобы вот эти нас сразу не видели. Которые будут находиться... Ну, где-то вот здесь, в общем. Не знаю, с какой-то стороны. Ну, отсюда это получается справа. В общем, надо будет, чтобы они меня уже где-то здесь заметили. И распираться со всеми ними я буду где-то на этой клетке, скорее всего. Которая будет находиться чуть ниже меня. Да, именно сюда мы будем всех приманивать. Будем даже наколдывать сюда какие-то облака. Пока у нас есть такая возможность. Так, наложим на себя духовную броню. Ну и сейчас давайте посмотрим, что это у нас будут за противники. Во-первых, к нам уходит такой вот рыцарь. Это у нас черный страж, который... Ну, нифига не черный. Он тут у нас срез так вот белым светится, опять же. Ну и кто у нас тут еще есть? Это вот эти собачки, называются они волкодавы. И темные волшебники. Темные волшебники здесь, пожалуй, будут самые неприятные. Потому что они могут закидывать нас своей... Такущие магии темные. Могут на нас накладывать солдовыми, из-за чего мы не можем с вами магию повдавать. И к тому же могут на нас сниматься благоприятные какие-то эффекты. То есть... Вот у меня был тот же час могущества, и потом у меня его могут снять запросто. Такие вот они неприятные цепы. Ну, по сути, волкодавы-то, да, это усиленные волки. Черный страж, это усиленный ополченца. А темные маги, это усиленные боевые маги, видимо. Как-то так вот получается. Только на этот раз они у нас опять же тьмой атакуют. Так, ну давайте, наверное, еще раз наколдуем здесь лиды и облако. Салит у нас колдует жуткую мембрану. Продолжаем бить. Так, ну хорошо, то что оглушили его. И, кстати говоря, вот на этих черных стражах очень хорошо действует урон от земли, как посмотрю. Правда, насколько я помню, у них еще имеется очень хорошую сопротивляемость тьмаки воздуха. Это связано скорее с тем, что они как бы люди, дети и лад, и все дела. Но, как бы это забавно не звучало, такая же тенденция наблюдалась у Черной Стражи из Крестоносца, включая маки на PlayStation. То есть там тоже были такие противники. Тоже у них наблюдались такие слабости и сопротивления. Ну и если это далеко не совпадение, разработчики, они действительно вспомнили эту игру, то им за это отдельный респект. Потому что решили вспомнить какие-то другие игры за этого сеттинга. Так, уходит у меня темный волшебник. Очень плохо то, что я не наложил на него пробитие головы, чтобы мне этот магисон не атаковал. А то он мог бы уже распрощаться со своим частным могуществом. Так, ну мне сейчас придется, видимо, накладывать легенчик. Так, затем Бежуа колдует опять же новую духовную броню. На этот раз мы этой ошибки допускать не будем. Проломим этому темному волшебнику башню. Так, ну это его можно избавлять, конец. Теперь у нас остается черный страшный волкодав. Ну и еще много ребят, которые находятся переди нас. Так, нярко уже ударили. Охо. Очень больно мне было. Ну, слава богу, у нее есть кинжал, который устанавливает ее здоровье. Так что я думаю, может, было ее как-то особо не залечивать. Так, ну теперь давайте наложим на себя камни кожу. Чего бы и нет. Все, от волкодава мы избавились. Убавляется нам тут новое сведение, которое чуть позже посмотрю. Постараюсь об этом не забыть. Так, давайте снова наложим на себя жуткую мембрану. И обязательно просто решительность. Потому что эти черные стражи, как ополчат, смогут нас оглушать. Да, как же без этого. Так, ну давайте попробуем сделать так. Поскольку нярко будет видеть сразу по всем, то... Да, вот от этого можно будет уже сразу избавиться. О чем плюс заключается эти кинжалов, хотя бы. Потому что можно будет уже хотя бы добивать вот такие вот сабеньки. Которых слишком мало здоровья осталось. Так, теперь давайте снова по нему ударим. Наверное, даже наложим регенчик. Аль, погодите, у меня сил пока что не хватает. А, тогда пускай наложит салит, а не бежевая. Пускай пьет вот эту бутылочку. Так, ну и ударим, пожалуй, по лукодаву. Сухов опять же у нас промахивается. Так, и теперь пьем темного волшебника. Сейчас он ко мне вышел. Так, теперь салит у нас, пускай пьет бутылку, наверное. А бежевая накладывает на нас духовную броню. Как-то так. Так, продолжаем покусить этого мага. Опять же забыл ему проломить башню. Так, и что он делает? Он нас атакует. Ну ладно. Слава богу, что хотя бы баф не снимает. И с тобой умение нас не накладывает. Пока что у нас особо нет никакой защиты. Она появится на чуть позже. Так, ну и давайте, наверное, этого кодава мы даже усыпим. А то что-то как-то мы уже давно никого тут не усыпляли. Ну да, но он нас умеет отражать, конечно. Собаки, они на этот раз уже не такие дура, как были поначалу. Так, хорошо то, что оглушили. Так, и у меня тут духовная броня снята. Ну, я сейчас наложить не могу. Ну, мне придется, видимо, пить еще одну такую самую бутылочку. Давайте уж ее хотя бы выпьем. Так, и у нас остается всего лишь два противника. Это хорошо. Так, теперь давайте-ка снимем моему броню. О, кодавов, как видите, здоровья не очень много. Так что убиваются они у нас очень быстро. В отличие от тех же терных стражей, которых убивать тут просто до бесконечности можно. Так, и теперь давайте-ка наложим на себя решительность. Салент пока что нас магию экономит. Пока что смысла в этом особо нет. Так, уходит там темный волшебник. Собиваем его. Так, и что она сделала безживая? Пока что ничего. Пока что и магии у нее нет. Ну, впрочем, ладно. У меня духовная броня стоит, так что я тут более-менее в безопасности. Пока что будем магию экономить. Так, и повысился по уровню нашей реликвии. Это здорово. Правда, не здорово то, что у меня тут уже по магии наблюдается. На самой приятной ситуации. Бежу, меня убили. Ну да. Вдля, я тут экономил свои очки магии. Придется воскрешать. Так, затем бежу, я пускай у нас пьют зелье. Пьем волшебника. Добили. Так, и у нас остается только рыцарь. Надеюсь, что мы с ним вправимся. Единственное то, что неплохо было бы кого-то тут повлечить, там скажем, того же Салент. Потому что у меня руки вместе с ухо магия уже закончилась. Все. Мы даже броню мы снять не сможем. Ну, не знаю, ребят. Наверное, все-таки выпью еще одно зелье. Так, он промакивается. Да, просто будет неприятно, если он тут опять наложит на нас то оглушение, что он сейчас вот как раз и сделал. То потом уже наш персонаж то опыта не получит. Надо было прямо сейчас уже решить у нас накладывать, видимо. Впрочем, ладно. Давайте наложим уже сейчас. И продолжим. Кстати, у Черного Стража темный волшебник. Это, по идее, ребята из меч... Ой, господи. Из темного миссии меча и магии. Там они, правда, были теми-чего лалками, особенно у Черного Стража. Здесь они просто так себя убить не позволят. Да, они тут уже стали более крутыми товарищами. Уже где-то в середине игры встречаются, они будут заметно сильнее тех же орков. Ну, наконец-то, да. Мы с этим боем расправились. Всех убили. Теперь уже можем посмотреть то, что они тут охраняли. Охраняли они тут вот этот домик. Скорее всего, здесь у нас живет какой-то учитель или даже квестодатель. Ну, сейчас давайте посмотрим. Я пока в этом не сильно уверен. Ну, кто может приходить на такой свиноферме? Скорее всего, какой-то обычный NPC. Ну да, как я предполагал. Просто какой-то эргаз, который может нам рассказывать что-то о реформах. Что может быть скучнее. Так, ну да. Он нам рассказывает о том, что в картале творится какая-то не самая приятная ситуация. Это и стоило ожидать, хотя бы по наличию всех этих темных магов и Черных Стражей. А тут уже такие вот ребята ходят. Черные рыцари всякие разные и колдуны. Скорее всего, в картале сидит кто-то тоже такой вот нехороший. Кто-то темненький. Так, и, кстати говоря, да, я тут пока не забыл. Давайте я покажу хотя бы то, как эти персонажи выглядят по параметрам. Мне их только надо будет найти. Или нас могли быть. Так, где у нас... Ага, вот он, темный волшебник. Черный Страж. Кстати, да, ведь он пока что нашу... Еще у нас особенность не демонстрировал. Эта запись все еще раз закрыта. Так, призрачная стрела, чистка. Ну, с обоимыми они у нас пока что не накладывали. Нам нужно будет убить... Сколько? Еще семь подобных чудовищ. Отлично просто. Так, ну и волкодавы. По сути, да, просто обычно какие-то волки, но чуть более сильные. Защиты у них не очень много даже. Так, ну, а здесь у нас находятся врата в карталь. Нам тут пишут даже о том, что мы как бы можем сюда войти, но... Что-то нам только нажать пробел. Типа, мы соглашаемся с этим действием, но нифига не происходит. То есть игра нас таким образом опять же троллит. Потому что вот, казалось бы, вот он в ход в город. Мы можем сюда спокойненько войти, там уже пользоваться какими-то его услугами. Задавать задания. У нас все-таки есть задание, там, показать прах нашего учителя. В одной церкви. Да, и там много каких-то хороших учителей находится. Ну, в общем, нам пока что туда не дадут сходить. Извлечивая здесь у отряд, на самом деле, стоило бы это сделать с самого начала. А то, по сути, сейчас вот время все потратил. Ну, теперь мы уже готовы сражаться со следующим отрядом. Кстати говоря, какой сейчас день? Сейчас у нас аж день, это просто замечательно. Я смогу подойти к этой цветыне, помолиться Аше. И тогда я буду на еще один шаг ближе к выполнению вот этого задания по посещению всех этих цветынь. Так, воздайте дань уважения ее детям, возвращайтесь на день аске. А сегодня какой день? Сегодня аж день. Я не понял, чего ты хочешь? Что-то какая-то странная тут цветыня. Почему-то мне пишут, главное, что сейчас аж день, типа день подходящий, и почему-то тут нифига не работает. Не знаю, возможно, это какой-то баг. Может быть, я когда-то ее уже даже посещал, я что-то даже этого не помню. Ну, если даже... Если даже я ее сейчас не посетил, то получается то, что мне придется подождать до следующего аж дня. Да, как-то действительно странно получается. Ну, впрочем, ладно, давайте сейчас мы быстренько посетим этот сундучок и начнем уже сражаться с очередными товарищами нехорошими. Они нас будут подождать чуть дальше. Давайте, наверное, куда-то сюда встанем. Наступает у нас тут новый день. Это у нас по-прежнему аж день, я так полагаю. Да, так и есть. Так, ну, и здесь у нас по-прежнему черные стражи, темные волшебники. И я также вижу здесь то, что у них тут имеется даже босс. Да, это уже что-то необычное, то, что теперь уже босс выходит вместе со своими ребятами, со своими подручными. Обычно мы с боссами сражаемся как-то по одиночке, а здесь уже, да, здесь уже у него какая-то поддержка имеется. Ну, я бы не сказал то, что босс это будет какая-то уж слишком сильная, несмотря на то, что так вот грозно выглядит. Такая-то огромная псина черная с красными глазами. Ну, сейчас, впрочем, увидите, что этот босс из себя представляет. Что это будет за фрукт такой. Так, давайте-ка наложим на себя решительность, чтобы уж нас тут не оглушал. Так, и что это за босс, интересно, как его зовут? А зовут его ребятки Пушок. Да, ребят. Отлично просто чувство юмор разработчиков. Любят они так петросянить, потому что такая огромная черная псина, такая злая. Зовут ее таки вот, не знаю, чуть ли не щенячьим именем, там, Пушок какой-то. Так, ну, теперь давайте наложим на себя, видимо, камни кожу. И продолжим. Пока что урона мы получаем не так много, у нас по-прежнему держится эта духовная броня. И может не радовать. Так, вот сейчас уже сняли. Ну, а у босса мы уже сняли даже больше половины здоровья, как видите. И это только начало. Так, вот сейчас давайте, наверное, подлечим себя от регенчика. Вот и все. У нас тут уже повысился уровень маски предков. Над боссом избавились и получили эликсир духа, который пока что пить не буду. Потому что сейчас у нас пока идет бой. Так вот, на самом деле, ближай, стоило бы накладывать, что, решительность. Что-то как-то забыл. Ну, сейчас уже я вовремя вспомнил. Теперь уже накладываю. Так, и вот корик нам очередной темный волшебник. Вот сейчас давайте-ка мы от него избавимся. Там мы пробьем ему бошку. Даже два раза, наверное. Там оглушением еще. Такой дуэнный эффект получился, интересно. Ну, от мака мы уже избавились, все. Дальше тут уже будет не так-то сложно. Так, приезд накладывает на меня духовную броню. Вижу, я пускай она слечится с помощью этой бутылки. Ну и продолжаю. Все, мы просто отнимаем броню и продолжаем его забивать. Так, у меня рука оглушена. Ну, это, знаете ли, не самое приятное известие. Правда, сейчас мы этого темного стража будем валить не так быстро. Раз уж у нас отрублен этот танцующий с клинками. Подождем, пока она проснется. Там уже продолжим. Да, все. Снова духовная броня. В случае чего я смогу подлечиться с помощью вот этого фонтана. Ну и все. Вот так вот мы с этим отрядом разобрались. В принципе, здесь ничего сложного не было. Даже сам босс, который мог нас чем-то напугать. Так что да, ребят, как видите, его бояться совершенно незачем. Он просто на вид такой страшный. А на деле-то вообще никто. Получили бы в этом судуке немного золота полезных вещей. Какая-то святыня здесь у нас находится, видимо. Чем-то напоминает алтари из Мичмаги 6. Ну, здесь у нас вообще ничего нет. Просто какой-то домик стоит. Какой-то сарайчик. Возможно, здесь когда-то вот этот пушок и жил. Ну, скорее всего, как-то так вот и есть. Потому что для больших собак надо как раз такие вот конуры строить. Заходим в таверну. Эта таверна, насколько я знаю, будет даже самая лучшая. Потому что здесь можно будет купить максимум припасов. Давайте это, пожалуй, так вот и сделаем. Целок 20 уже можно будет приобрести. Так, и что нам говорит тавернщик? Добро пожаловать неутолимую жажду. Название говорит само за себя, да? Итак, чем я могу быть полезен? Выпивка? Еда? Ночлег? Чай! Да, ребят, получаем мой чай Хайген. Как можно отказываться от чая, действительно. Я сам не любитель чая, но как-то нах путешественник подарил мне коробку чайных листьев. Кажется, он называл этот сорт Хайген. Конечно, можете забрать ее. Ну, видимо, он обрадовался тому, что вот мы победили перед ним охрану из Черных Стражей. Там еще пушка завалили. Уже доказали мы ему свою силу. Теперь он может нам какую-то цену награду даже подарить. К тому же он говорит о том, что его клиентами были в основном бойцы Черных Стражей. И, видимо, ему их обслужить даже надоело. Ну да, его можно понять. Потому что такой вот обычный товарищик. А ему с темными такими товарищами работать не очень хочется. Так, следующий персонаж зовут его Хедвига. Говорит нам о том, что меня зовут Хедвига. Серебряные волосы. Ранная двера. Доттир. Надеюсь, это потому что правильно выговорил это имя. То это мне чем-то напоминает Мечи Маги 9. Где встречались подобные имена. Очень сложно выговариваемые. Такие скандинавские. Мне они почему-то там бесили сильно. И здесь примерно то же самое повторяется. Так, ну да. Я водительница из клана Зимнего Ветра. Я могу им чем-то помочь? Так, ты нам можешь помочь слухами про гномов и морские продукты. Приезд на полуостров. Трудно дается гномов из Гримхейма. Видите ли, мы терпеть не можем рыбу. Морская пища напоминает нам о годах, когда единственной доступной для нас пищи были слепые подземные рыбы. Ну да, не самые приятные были, видимо, для гномов вспоминания. Какими-то слепыми рыбами питаться подземными. Поэтому сейчас, если даже подарить гному самое изысканное блюдо из рыбы, то он может посчитать это смертельное воскрабление. Да, вот такие вот они забавные ребята. За рыбу могут даже морду набить кому-то. Так, и мы можем даже сказать о том, что она нам кого-то напоминает. Вот я не знаю, на что это может быть отсылка. Может быть, это отсылка на пятых героев, потому что, наверное, там такой герой встречался, уже точно не помню. Может быть, это действительно так и есть. Ну и что она нам в итоге говорит? Ох, а мы действительно похожи? Может, мы дальние родственники? Из какого клана? Типа, ты из какого района безживая? Такая вот гномиха-гопница. Так, и здесь у нас также находится такая вот старуха. Не очень симпатичный на вид. Ну, в принципе, она ожидалась, потому что старуха. Все дела. Зовут ее мадам Кассандра. О, привет-привет! Вы хотите узнать вашу судьбу или просто попросить совета духов? Ну, слава богу, она хотя бы не дает нам какое-то тупое задание по объединению клана, потому что мы его должны обязательно прям выполнить. И у нас никакого другого выбора даже нет. Она нам может просто судьбу погадать. Такая просто, видимо, цыганка-гадалка. Она нам может кое-что рассказать о нашем будущем. Правда, она нам расскажет это только после того, как наше путешествие закончится. То есть, да, ребят, серьезно, в этой игре есть даже послеигровой контент. Это не может не радовать. Мне такая черта в играх всегда прям радовала. Вот вы, когда проходите игру, вам еще позволяет мне как-то немного побегать и, возможно, какие-то более крутые места посетить. Уже после финального босса. Прям обожаю. Так, и также советы. Тот, кто может сделать вас магистрами в ношении средних доспехов, ждет свою судьбу в дне трех великого города. Тот, кто может сделать вас магистрами в ношении тяжелых доспехов, ищет выединение глубоко под землей. Ага. Так, и тот, кто может сделать вас магистрами выселения магии, попал во л hamburger стенок древнего храма. Ну, вот, видимо, она так и будет подсказывать нам на местонахождение всех этих учителей-магистров. Где они все находятся? Правда, на этот раз она мне подсказывает просто нахождение только троих. А, и вот еще четвертый добавился Тот, кто может сделать вас магистрами изначальной магии Спит на вершине башни Ну, в принципе, да Мы уже когда-то видели эту Нуру Башню загадок И там еще один персонаж был Уже не помню, как ее звали Ну, в общем, где-то худницы стихии Там за стенкой находились, мы ее пробили Освободили уже это учителя Но, правда, посетим его далеко не скоро Так, и куда я пойду теперь? Вот я пока с теми типами сверху сражаться не буду Потому что я хотел бы для начала посетить одну таинственную крипту И уже тогда я на том бою начну ее раскачивать Пойду, наверное, вот сюда Тут нам встретится один такой клад Вроде как с другой стороны там ничего такого интересного нет Просто такие бесполезные развилки Для новичков Так, и, в общем-то, вот она моя таинственная крипта Давайте заходить На самом деле здесь загадка будет далеко не моя, не самая любимая Может быть, даже посложнее, чем загадка на втором этаже Ну, то есть, самая башня, которую мы проходили в прошлый раз Там, где надо было нажимать на полы Какой-то определенной последовательности Какой-то крестообразной Так, а что нам нужно будет сделать здесь? А здесь нам нужно будет тоже какой-то последовательности Вот на эти все плиты нажимать А тогда у нас будут эти все стены как-то опускаться Какие-то определенные Нам, видимо, здесь нужно будет находить какую-то определенную пару Тогда будет что-то происходить интересное Надеюсь, что на этот раз у меня загадка отнимет не так много времени Я уже примерно помню, какое надо проходить. Но если что, я могу просто запись обрезать и вставить только те моменты, где у меня наконец-то начинают проявляться хотя бы какие-то положительные сдвиги в плане прохождения. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, ребят, наконец-то разгадал ту загадку. На этот раз это у меня получилось дело даже не так уж медленно, как-то мне получалось обычно. На этот раз у меня это получилось просто делать разы быстрее. Так, ну и что мы здесь получаем? Получаем мы здесь такую треликвию, которая носит название силы решительности. Ну что потом еще увидите. Мы также на этом деле получаем немало, как золота. И хорошо то, что мне тут еще не все персонажи получили сабуми, так что я могу опознать вот эти вещички. Пока что отдых мне не требуется. Так, ну что мы здесь получаем? Это, собственно, да, вот эти рукавицы, перчатки. Ну или просто такой браслетик, который можно будет уже начинать раскачивать. И эликсир могущества, который можно будет выпить, наверное, наши танцующие с минками. Давайте это и сделаем. Так, теперь эликсир духа, давайте-ка выпьем безживой. И посмотрим, что за шапка. Это у нас сопротивление всем школам магии и наносит 9 единиц урона атакующему противнику. То есть такая защитная скорее шапка. Кому бы интересно дать, дадим мы ее сайлент, пожалуй, а то у него какая-то шапка вообще неотчемная. Да, ну у него будет заметно лучше. Так что сайлент получается здесь повезло. Нашел здесь очень хорошие для себя предметы. И давайте, наверное, отсюда уходить. Так, ну что ж, ребятки, отпустим его на поверхности. Давайте на этот раз мы пойдем уже немного южнее. Потому что там у нас будет находиться, например, вот такой вот интересный персонаж. Зовут это Диваху Вистал. Который говорит нам о том, что нет, вы меня не поймаете. Это не знаю, наверное, какая-то преступница, если посудить по ее речи. Но на самом деле, ребят, откроем небольшой секрет, она нам станет магистром по уклонению. То есть нам нужно будет ее где-то несколько раз вот найти в таких подобных домиках. Таких вот небольших башенках самодельных. И как только мы это сделаем три раза. Так вот, три раза мы ее поймаем. Она, в общем, на третий раз уже, скорее всего, начнется звучать. Да, такой вот интересный учитель. Такое вот у нее интересное мини-задание. Так, ну и поскольку у меня все персонажи уставшие, то мне придется уже где-то отдыхать. А то мне не очень хочется возвращаться, скажем, к тому же краму, чтобы все эти нехорошие состояния излечить. И, в общем, тратить на это слишком много времени. Когда это могу сделать, там, скажем, где-то вот здесь, рядом с этой таверной. А то мне придется по-любому через этих чуваков пробиваться. А Бежевая, да, она мне тут уже никакие закинания кладывать не может. Ну да, придется отдыхать. Никакого другого выбора у нас тут не остается. Пойдете вперед. Так, и здесь у нас по-прежнему черные стражи и темные маги. Правда, разве что только они. Больше никакого другого мы здесь не видим. Даже у Кадалова здесь нет. И, по-моему, это как раз те самые ребята, которые могли бы нас встретить на мосту, который ведет из морской гавани до этого места. Вот, я думаю, вы уже видите его часть. В общем, мы туда уже направляемся. И таким образом мы уже вернемся, наконец, в этот наш родной город. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова свободен. Так, теперь давайте, наверное, воспользуемся вот этим фонтаном. Все-таки неплохо нас эти ребята тут покоцали. Потому что в этой зоне это еще далеко не все бои. Нас будет ждать неподалеку еще один. Так, вот уже наконец-то посветлело. Все радует. Так, и давайте посмотрим, кстати говоря, что за эту деваха тут стоит. Зовут ее Маншан. И выглядит она, по-моему, абсолютно так же, как и Вистан, только на этот раз уже с более светлыми волосами. Но буря пожаловать в героя. Я Маншан, хранитель Иролана. Она может нам просто рассказать про татуировки эльфов. И рассказывает она о том, что эльфы, они чем старше, тем у них на теле начинает появляться больше татуировок. Тем больше татуировок они себе и делают. которые отражают их, видимо, жизненные воспоминания. Или какие-то их события. Обычно это любят делать еще и молодые. Покрывают свое тело татуировками, но над ними обычно смеются. Потому что потом у них на теле может места-то не хватить, когда они уже постареют. Ну да, и в принципе можно понять, что у эльфов тут татуировки-то не просто так, как у нас, например. В большинстве случаев. Потому что они действительно носят какое-то значение. Так, а что это за место, наверное, вы спросите. Это у нас проклятые развалины. По-моему, нам даже написали о том, что нам тут стало доступно новое местоположение. Или, может быть, напишут об этом чуть позже. Ну, в общем, эти развалины нам могли бы доступны, скажем, чего здесь. То есть то самое место, которое хранялось там двумя призраками мощными. Рядом с Эрпегалем. Так, ну да, вот, наконец-то нам это написали. И, судя по всему, если мы зайдем в то место с той стороны, то потом мы можем выйти еще с этой. Если мы там что-то сделаем, там скажут, эту дверь откроем с другой стороны. Так, истолан только подойти к этой бочке, как на нас тут уже уходят следующие типы. Ну, это вообще совершенно смешно, по сравнению с теми черными стражами, темными магами. Просто какие-то капитаны ополчения и разбойники, которые могли бы нам встретиться в том же заброшенном городе. Или затерянном. Ну, в общем, да, ребята совершенно никакие. Посмотрите, хотя бы на то, как мы быстренько уже разносим всех разбойников. Ну, а капитаны ополчения уже под нашими затерянными кинжалами нам, наверное, особо ничего не сделают. Так, ну, я сейчас нахладываю на себя решительность. Как видите, тут промахиваются и удары свои блокируют. В общем, я под броней с решительностью. Этих ребят должен буду зарубить, как нифиг делать. Они уроны, по идее, наносят так уж. Много. Так, еще один закоренелый разбойник. Давай, до свидания. Остается только один капитан ополчения. Так, ну и давайте посмотрим на то, что эти слабачки нас тут охраняли. Охраняли они у нас тут бочку с белой жидкостью. Сразу же на ум приходит какая-то не очень неприятная ассоциация. Почему эти все мужики эту бочку так сильно охраняли? Ну да, с этими мужиками тут все понятно, чего они тут все время занимались. Видимо, хотели скрыть от всех свой темный секрет. То, что они с этой бочкой делали. А то, наверное, я тут не догадаюсь. Так, ну все. Вот мы наконец-то перешли через этот мост. Надеюсь, эту локацию вы уже узнаете. Лес перед морской гаванью. Знаю, то, что здесь игра любит подлагивать. Это все из-за того, что здесь очень много растительности. Все дела. Так, ну и что я сделаю дальше? Я пока что в тот затерянный город не пойду. Я лучше сначала зайду морскую гавань, например. Там я сдам парочку заданий. Возможно, я получил на этом новый уровень. И потом уже выдвинемся дальше. Хотя, с другой стороны, я хотел бы, наверное, для начала даже заклянуть к бродячему торговцу, который где-то здесь вот будет находиться. Да, далеко не сразу прогрузился вот этот замок, например. Есть такое дело. Ну, в общем, мы сначала зайдем сюда и закупимся тут парочкой новых зелий. А то у нас мелкие бутылочки уже начали заканчиваться. Это известили нас, знаете ли, не самое приятное. Возможно, я первоначально загляну даже в Сарпегаль. Оттуда я уже по конюшню попаду в ту же морскую гавань. Чего бы так вот и не сделала, тогда мы получим на этом больше зелий. Ну и зато покажемся тому же Ясаду и расскажем ему о том, что вот у нас какие-то новые известия появились. Из Теарии. Да, покупаю здесь себе зелия. Возможно, даже не помешает такое заклинание, как Бегущий ручей. Пригодится в дальнейшем, чтобы паралич снимать. Но остальное мне уже не так интересно. С другой стороны, я могу купить себе вот такие зелия, которые мне немного повысят здоровье и магию. На самом деле, их стоит уже покупать где-то ближе под конец игры или там уже в середине, когда у вас деньги девать просто некуда. Ну и я решил взять их сейчас. Почему бы и нет. Все-таки мне сейчас деньги тоже купить девать особо некуда. Учу то, что мне раскачивать-то тоже надо будет. Вот эти все наоки. Например, вот Салем через уровень получит магию света до мастера. Бежуая на следующий уровень получит магию огня. Ну и все дела. Пока что мы тут особо ничего больше не раскачаем. Может, по уровню у нас какая ситуация наблюдается? Еще 723 единиц нам надо где-то найти. Ну, в общем, да. Пока что левилап у нас в этой серии не предвидится. Так, ну и давайте сейчас уже кому-то зелий тут выпьем. Наверное, Саленту или погодите, у него со здоровьем пока что никаких бед не наблюдается. У него со здоровьем все хорошо. Ну, по крайней мере, из-за этого мулета. Так что давайте-ка мы, наверное, лучше выпьем это зелье бежевой. А эту бутылочку мы подарим опять же ей. Ну, видимо, этот поход в магазин оказался для нее более удачным. Вообще, да, на этот раз я уже отправляюсь в Рапегаль. Там мы закупимся зелем и вернемся в морскую гавань. Потом уже выдадимся в затерянный город. Вот, в общем, как-то так у нас все пройдет. Ну все, ребят, сходил этот магазин. И тут единственное, что осталось сделать с Рапегалей, так это показаться Исаду. Возможно, здесь стоит также выкупить себе того самого повара, которого когда-то увольнял в предыдущей серии. Все-таки он здесь снова появился. И потом уже, да, потом мы выдадимся обратно в морскую гавань, как и обещал. Так, ну что ж, Исад, привет. Рассказывает тебе о бестиарии. Он изучает бестиарии и перелистывает несколько страниц. Как интересно, многие из этих созданий похожи на тех, которые я видел в других местах. Да-да-да, и теперь он говорит о том, что надо будет еще нам каких-то новых товарищей найти. На этот раз уже, полагаю, их будет 30 или даже 40. Сейчас давайте посмотрим. Так, в бестиарии Исада. На этот раз уже 30 существ. Ну да, как полагал. Так, теперь давайте-ка выкупим себе вот этого повара, Кенги. Нанимаем его за 200 золотых. Так, и теперь давайте-ка пойдем куда? В конюшню. Что-то хотел же выдвинуться к докам почему-то. Так, конюшня у нас находится чуть южнее. Ну сейчас, ребята, тут уже, скорее всего, ускорять ничего не буду. Быстро у нас это все пройдет. Так. Да, побережье, морская гавань, отправляемся. Так, вот мы снова в морской гавани. Как я уже сказал, сейчас время сдавать наше задание. У нас тут висит это звездное серебро, которое надо будет где-то показать. И я думаю, вы знаете, куда я сейчас отправлюсь. Отправлюсь я вот в эту кузницу, которая называется Серебряной Кенге. В принципе, все логично. Серебро надо показывать вместо которого как-то серебром связано. Да, вот сюда, где мы это задание получали. Так, ну и что нам скажет наш квестодатель? Задание упавшая звезда. Да-да-да, вот говорит нам о том, что приходите через неделю, она будет вас уже ждать. Тогда мы этот квест уже сдадим, получим свой опыт. Пока что все это далеко не так быстро пройдет. Потребуется еще время, чтобы выкувать этот метеорит на кинок. Так, и теперь следующее задание у меня будет связано с этим инквизитором. Вот на самом деле я мог бы сдать его даже с самого начала, получить свои 500 единиц опыта. Так, и нам тут предлагают вообще два варианта. Либо рассказать все правды об этом харте, то, что навстречается с темной эльфейки Лирдан, и то, что его потребуется придать огню. Или мы расскажем ему почти всю правду, то, что вордкарт хотел там найти логу разбойников, и, в общем, мы не будем его выдавать. Ну, я выберу, пожалуй, на последний вариант, потому что мне эта любовная история нравится как-то даже больше, чем инквизиция. Как-то инквизиция-то как-то более у него звучит. И на вознаграждение мы получаем абсолютно то же самое, там, 500 опыта, ровно в обоих случаях. А другого вознаграждения нам эта химия не дает. Достаточно и того, что мы выполнили деяние во имя Эллирата. И угрожает она нам тем, что может еще начать расследование наших дел, если мы сейчас не уберемся. Ну да, оказался так вот неблагодарный эквизитор, но зато хотя бы свой опыт подарил. Это уже не может не радовать. Купил, кстати говоря, новое зелье. Это у нас зелье-процветление, которое могут нас излечивать от фабуми. Пригодится мне в дальнейшем. Так, и, пожалуй, последнее, что я здесь делаю, это закуплюсь еще парочка других зелий, которые продаются у нас вот в этом магазинчике. Ну и все, пожалуй, я больше никуда свои деньги тратить не буду, потому что пока что некуда. Потом я обязательно обзведусь даже большее количество денег там в том, что затеряно в городе. Там их будет просто дофига, даже больше. Так, и лечение отряда. Возможно, не помешает обычное лечение. Жалко то, что здесь не продают воскрешение, скажем. Но зато здесь продают внутреннее пламя, которое действует у нас 6 годов и дает 12 единиц к силе. Конечно, было бы здорово там выехать с некоторыми боссами, но, не знаю, как-то не очень мне сильно нравится. Так, и защита от огня защищает на 15 единиц. Ну, впрочем, ладно, тоже, может, будет обойтись. На этом давайте выходить из этого магазина, и, скорее всего, на этом я серию даже закончу, потому что мы играли сегодня довольно-таки долго. Не знаю, сколько мне в итоге эта серия займет по времени, но, в общем, давайте я где-то здесь вот с вами попрощаюсь. Ну, что ж, с вами на связи был меняш Колдфак Слэпт. Спасибо всем, кто меня смотрел. Надеюсь, то, что серия вам понравилась. Всем пока и удачи, хорошего дня, и до скорой встречи в следующей серии по Мече Магии 10, где мы отправимся уже исследовать затерянный город. Будем к нему понемногу удвигаться. Продолжение следует...